МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей, в студии Инга Габешия. И в начале курортка о некоторых темах выпуска. И пляж, и сельские дороги. Адлерский район завершает курортный сезон активным благоустройством. 20-летней девушке грозит 20 лет. Сочи, приезжая из Волгоградской области, подозревается в сбытии наркотиков. Елена Веснина может стать почетным гражданином Сочи. Об этом стало известно на встрече спортсменки с главой города. Художники России за чистую воду. Итоговая выставка 7-го всероссийского конкурса открылась в музее Островского. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Керчи прошло заседание Президиума Госсовета по развитию транспортной инфраструктуры Юга России. Во время совещания губернатор Краснодарского края попросил президента передать в федеральную собственность участок региональной дороги, ведущей к Керченскому мосту. Кроме этого, подняли вопрос и о строительстве железнодорожного обхода Краснодара. О том, зачем нужны такие проекты и сколько стоит тотальная модернизация транспортной сети Кубани, узнали наши краснодарские коллеги. От развития транспортной инфраструктуры Юга России зависит успешное будущее всей страны. На Азово-Черноморский бассейн уже приходится более трети всего идущего через отечественные порты грузопотока. Кроме этого, миллионы туристов приезжают отдыхать на Кубани в Крым. Основной поток сейчас добирается через паромную переправу. Но в конце 2018 года автомобильное движение запустят по Керченскому мосту, как и планировали. Его строительство идет хорошими темпами, отметил Владимир Путин. Хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив – это не только сам мост. Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему. Обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру, как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма. Но, вновь повторю, транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм. На территории Краснодарского края уже проанализировали несколько маршрутов дальних автомобильных подходов до будущего Керченского перехода. Наиболее оптимальными с точки зрения распределения потоков оказались участки по трассе М4 Дон от Батайска до Краснодара и далее по региональной дороге Краснодар-Славянск-на-Кубани-Тимрюк. Этот маршрут самый кратчайший, но чтобы увеличить на нем пропускную способность, нужно почти 16 миллиардов рублей. Для региона сумма огромная. Вениамин Кондратьев предложил передать дорогу в федеральную собственность. Подъездные пути со стороны Краснодарского края, в том числе, финансово сегодня сложно сойти. Этот промежуток 172 километра к мосту Керченка. Можно дать поручение, что все-таки промежуток приняли в федеральную собственность и хотя бы первый этап проектирования бы начать. Мы сейчас рассматриваем вопрос о принятии в собственность Российской Федерации этой автомобильной дороги от Краснодара через Славянск-на-Кубани и включении его в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Одновременно с вводом в эксплуатацию транспортного перехода. На подходе к Тамане сделают и современную четырехполосную автодорогу первой категории. Закончить ее министр транспорта пообещал в 2018 году. Внимание! Максима Соколова президент обратил и на необходимость строительства железнодорожного обхода Краснодарского узла. То, о чем не раз говорил губернатор региона. Без этого при растущем трафике будет очень сложно добираться и в порты, и на Азово-Черноморские курорты. Бюджетное финансирование проекта сократили на 29 миллиардов рублей. И тут необходимо искать дополнительные источники, заявил Владимир Путин. Для инфраструктурных проектов предложил привлекать частных инвесторов. Как это уже делается на Кубани, в Тамане. Бизнес за собственные деньги строит портовый комплекс по перевалке навалочных грузов. Венимен Кондратьев попросил президента поддержать проект такого государственно-частного партнерства. Вот этот инвестор фирмы ОТЭКа готова за собственные деньги проложить путепровод к основной ветке железнодорожной. То есть в этом случае должна быть дана сама возможность инвестору подсоединиться. Вот этот промежуток даже не готовый дойти до основной магистрали за счет собственных средств. Разрешительные документы, о которых сейчас губернатор сказал, они будут выданы? Здесь вы не видите каких проблем? Не вижу никаких проблем. Чисто бюрократически эти документы будут даны. То есть эти разрешения будут даны? Конечно, конечно. Соответствующее решение, в том числе на уровне правительства, оно принято уже. Когда документы будут в исполнении решения правительства? Там речь идет о подписании дополнительного соглашения. С нашей стороны все необходимые шаги сделаны. Здесь больше даже зависит от инвестора. Но здесь никакой проблемы нет. Тогда я попрошу губернатора тоже это со своей стороны проконтролировать. Краснодарский край после возвращения Крыма в Россию по-настоящему стал транзитным регионом для всей страны. Только туристов по дорогам Кубани ежегодно ездит более 15 миллионов человек. И асфальт, что называется, не выдерживает. Без помощи федерального центра региону здесь не обойтись. На реализацию всех инфраструктурных проектов по модернизации транспортной сети Кубани необходимо почти 200 миллиардов рублей. Александр Иванченко, Денис Перец, Кубань, 24, Республика Крым. Новая школа появится в Восточно-Кругляковском микрорайоне Краснодара. Комплексная застройка микрорайонов, когда жилые дома возводятся вместе с социальными объектами, это позиция Краснодарского края. Учебное заведение рассчитано на 1550 школьников. Первые кирпичи будущих стен сегодня заложили вице-губернатор края Юрий Гриценко, министр образования региона Татьяна Синюгина и представители городской власти. Школа будет инновационной. В каждом классе разместят интерактивные доски, на столе учителей компьютеры. Также у входа планируют установить так называемую систему ладошки. Ученик, заходя или покидая здание, будет прикладывать руку к специальному оборудованию. Оно, в свою очередь, моментально отправит об этом СМС его родителям. Кроме того, в Краснодаре в ближайшее время планируют начать строительство еще двух школ. Возводиться они будут за счет инвесторов. Еще одна компания начнет строительство школы на 2500 мест. Мы выбираем именно в городе Краснодаре. Мы выбираем те микрорайоны, где сейчас тревожная ситуация с местами школы. Поэтому думаем, что по окончанию 17-го, начала 18-го года большая часть напряженности будет снята. А школу в Восточно-Кругляковском микрорайоне планируют сдать в апреле 2018 года. В Сочи на плановый ремонт частично закрывается Мацестинский тоннель начала ремонтных работ. В тоннеле по направлению из центра Вадлер ожидаются уже в скором времени, в связи с чем будет закрыта одна из двух полос проезжей части. Водители смогут либо уйти вправо перед тоннелем и выехать на огражденный участок, выделенные полосы курортного проспекта, либо ехать все же через тоннель с ограниченной скоростью до 40 км в час. Работы будут выполняться круглосуточно, а завершится ремонт в октябре 2017 года. В дома приходит голубое топливо, у водителей меньше поводов. Для раздражения дети радуются современным игровым площадкам. Это лишь малая толика масштабных преобразований Лазаревского района. После Олимпиады развитие инфраструктуры курорта не замедлилось, а скорее наоборот. Только теперь силы брошены на периферию. Преобразования района начинаются, что называется, с порога. Территория около Поста Магри обновилась к началу курортного сезона. И сейчас зеленая группа и световые конструкции радуют гостей и жителей курорта. Восстановлены и пострадавшие от стихии аулы. Самые масштабные работы взяли на себя сочинские единороссы. Благодаря им жители уже вернулись к привычной жизни. Помогали очень хорошо. Людей было много, помогали везде. Убрали нам все, очистили заборы, сделали новые заборы. Асфальт местами, где проложили. Ну что, спасибо, надо говорить руководству, которые беспокоились за нас так сильно, что не бросили нас в такую тяжелую минуту в беде. Решаются и застарелые проблемы. Из краевого бюджета выделено 50 миллионов рублей на ремонт в Лазаревских дорог. За счет муниципальных средств, а это порядка 10 миллионов рублей, уже отремонтировали часть районных улиц. Например, в Шхафите, улицу Адыгейскую. В ближайшие дни около дома номер 19 смонтируют современную детскую площадку. Всего по району уже работает 23 игровых комплекса. Район постепенно развивается и в приоритете социальное направление. Проведена колоссальная работа по Лазаревскому району. И как обещал мэр нашего города, Антон Николаевич Пахомов, он и уделяет Лазаревскому району максимальное внимание теперь после Олимпиады. Мы прекрасно видим, что у нас построено три детских сада. Сейчас мэр нашего города, Анатолий Иванович, предоставил нам скейт-площадку. Мы ее сейчас будем монтировать, устанавливать в Парке Победы. Сейчас идет газификация по нашему району. В частности, поселок Мирный, Слоняки, Волконка. Сейчас газификация идет, будет проводиться в Ардане. В районе намечается и строительство масштабных проектов, которые привлекут туристов. А значит, будет и работа у местного населения, и стабильное развитие инфраструктуры. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Сегодня начался ремонт дороги в село Верхняя Николаевка. Это Адлерский район. В этом году там были благоустроены и центральные улицы, и прибрежная полоса. Елена Всецина убедилась, благоустроенный Адлер выглядит действительно обновленным. Это центральная улица курорта, улица Кирова. К ее благоустройству здесь подошли неформально, а с дизайнерской задумкой. Вот такие притротуарные клумбы называют ракариями. Это каменный цветник небольших размеров, в котором главная роль отведена камня. Такое декоративное оформление участка вдоль всей улицы. А еще на улице Ромашек и возле торгового центра Славутич. В вечернее время необычная подсветка. Гости курорта, которые впервые приехали в Сочи на отдых, не ожидали увидеть такую красоту. Да, город очень красивый, мы приехали сразу, вообще влюбились в него, потому что все такое цветущее, зеленое, все так красиво обустроено. Адлер очень красивый город, в нем приятно отдыхать. Что еще сказать, все сделано красиво. В таком же восторге от Сочи и те, кого мы встретили на Эмиритинской набережной. Дорожки выложены брусчаткой, пляжные территории отсыпаны и везде установлено пляжное оборудование. Работают видеокамеры, тревожные кнопки. В результате снизилось количество несчастных случаев на воде. Гостей в активный летний сезон было много. Санаторно-курортный комплекс был загружен на 110%. Благоустроено все, прекрасно. Везде раздевалки, душевые кабинки. В принципе, много всяких развлектов в виде парашюта, бананов и так далее. В Сочи море, солнце, жара, места. Тут очень красиво, очень чисто. И есть где погулять. Для курортного города, конечно же, мнение гостей самое ценное. Но основное внимание власти уделяют местным жителям. Начался ремонт сельских дорог. Это ведет в поселок Верхняя Николаевка. Делаем огромное количество по благоустройству и ремонту дорог. И не только по центральной части. Это касаемо и Нижней Шиловском, нижнем округе сделали. Сделали в Кудепсинском сельском округе. В данный момент, буквально на следующей неделе, уже приступят к ремонту дорог в Молдовском сельском округе по улице Геленджикской. Автомобильная дорога на Верхнюю Николаевку давно уже нуждалась в ремонте. Здесь обновляют целые участки покрытия. Дорожные строители обещали закончить всю работу за 4 дня. Гелина Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Как изменился весь город за последние 7 лет, можно понять за 20 минут. Завтра в полдень на нашем канале смотрите фильм «Большое видится на расстоянии». Каким Сочи был, каким стал авторский взгляд на два лица одного курорта. Несколько десятков семей с Красной Поляны уже подключены к газу. После почти годовой паузы по монтажу газопровода жители дождались завершения работ. До начала отопительного сезона все, кто изъявит желание, будут подключены к центральной магистрали. Тем, кто еще думает, предлагают выгодные условия. Затем, как греется чайник, пенсионерка Таисия Беженова наблюдает особенно трепетно. Буквально вчера ее дом подключили к газу. Старая печь теперь служит исключительно как стол для хранения кастрюль. А во дворе в качестве декора – дрова. Кстати, дорогое удовольствие. За них пенсионерка заплатила почти пять тысяч рублей. Всего за зиму на отопление приходилось выкладывать порядка пятидесяти тысяч рублей. С появлением газа экономия будет колоссальной. А главное, не нужно будет каждый день растапливать печь. Возьму это полет и уже все вот так вот. Голова кружится или что. Это очень тяжело. Дай бог. Ее соседка Татьяна Романенко первым делом проверила то, как поведет себя отопление. Результат превзошел все ожидания. Батареи горячие и дом прогрелся как надо. Теперь душа спокойна. Снежные зимы в родном поселке станут комфортными. Это же какая благодать. Всю зиму мы будем в тепле. Самое главное. Кочегарку как углем. Мы же не могли круглосуточно топить. Там вечером затопили. Все. Где-то с половины дня до вечера, пока мы затопили, у нас было холодно. Ну, холодновато. А это же уже будет круглосуточно гореть. Одна температура. Это будет уже, я считаю, просто в районы. Всего за последнюю неделю обладателями газа стали 46 семей на Красной Поляне. В ближайшее время подключат еще 103 дома. Все желающие на Красной Поляне теперь способны сдать документы. Имеют возможность их сдать и получить газ в свои дома. Мы понимаем, что затраты, которые идут на подключение газа, они буквально через 2-3 года окупаются. Всего в 26 селах и поселках Адлерского района сегодня стремительно избавляются от старых способов отопления. В поселке Молдовка первые подключившиеся сегодня тоже хвастаются обновками. Вместо дизельного котла – современное газовое оборудование. А голубое топливо в плите, говорят, даже горит как-то по-особенному. Очень дорого обходится, обходилось дизельного топлива. Сейчас надеемся, не то что надеемся, а мы знаем, что это очень дешево, это очень доступно, очень дешево. Некоторые сельчане просто не верили до недавнего времени, что проложенные трубы не пустые. А вот теперь, когда первые счастливчики уже пользуются благами цивилизации, желающих врезаться в центральную магистраль, стало в разы больше. Благодаря вот этой программе наши жители в очередной раз убедятся, что глава города и его помощники отвечают за свои слова. И поэтому газ будет, газ есть. До начала отопительного сезона все желающие должны быть подключены к газу. Об этом накануне заявил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит. Но главное, что сегодня достигнута договоренность с банками. На процедуру подключения пенсионерам они будут давать кредиты на льготных условиях. Если они будут подключаться не в одиночке, а комплексно, скажем, улицей, это будет приводить к удешевлению, причем серьезному. Несмотря на это, работы, в моем понимании, двигаются медленно. Поэтому надо еще и еще раз на сходах граждан усилить эту работу. Возможность подключиться к газу сегодня есть у всех. Даже у тех, кто еще недавно считал свое село самым далеким от благ цивилизации. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи 20-летняя приезжая из Волгоградской области подозревается в сбыте наркотиков. Информация о том, что она занимается распространением дурмана, поступила полицейским в рамках операции «Курорт-2016». Подозреваемая была задержана с поличным. При личном досмотре у девушки было обнаружено свыше 20 доз наркотиков. Она призналась в распространении наркотических средств и указала адреса 8 тайников, в которых успела спрятать зелье. Уже получен результат исследования этих веществ. Это N-метилофедрон массой около 10 граммов и спайс свыше 30 граммов. Девушка помещена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность предусмотрена до 20 лет лишения свободы. Продолжаем. Сочинский горизбирком завершил регистрацию наблюдателей, которые в воскресенье будут следить за ходом выборов в Государственную Думу. В общей сложности в Сочи откроются 220 участковые. Только в Центральном районе будут работать около 200 наблюдателей. Каждому общественнику выдадут необходимый документ, разрешающий находиться на участке во время голосования. В день выборов в участковой комиссии может находиться единовременно только один наблюдатель от политической партии. Да, по списку их может быть два и более, но они должны находиться на участке согласно графику. На выборах будут работать и журналисты. В Краевой избирательной комиссии процедуру аккредитации прошли около 70 СМИ. 12 из них будут освещать ход голосования в Сочи. И к другим новостям. Елена Веснина – одна из кандидатов на звание почетного гражданина Сочи. Об этом сегодня шла речь во время встречи мэра курорта Анатолия Пахомова с олимпийской чемпионкой в парном женском разряде по теннису на бразильских летних играх. Накануне сочинскую теннисистку встречали в аэропорту. Елену Веснину поздравляли с победой друзья и воспитанники теннисных школ города. Сегодня олимпийская чемпионка была приглашена в кабинет главы города. Встреча началась с поздравлений в адрес спортсменки. И ведь медаль российскому дуэту Веснина Макарова досталась в сложных условиях. Здесь в школе училась, здесь мама, здесь папа тренер. Тройне приятно и гордо, правда ведь всем. И мне как мэру города было. Конечно, не обошлось и без подарков. Букеты, икона с ангелом-хранителем, авторская картина. Мэр Анатолий Пахомов вручил теннисистке почетный знак. Я желаю вам всяческих удач, любви, счастья. И разрешите мне от имени наших сочинцев наградить нашу медалью признания и почет сочинцев. Это совершенно... Сегодня же было предложено выдвинуть кандидатуру Елены Весниной на звание почетного гражданина города. Мэр Сочи также пообещал поддержать спортсменку в ее профессиональных планах. Сочинская теннисистка намерена продолжить развивать на курорте этот вид спорта. Хотелось бы построить оборудованную теннисную базу, чтобы можно было проводить сборы, чтобы детки из разных городов и стран мира могли приезжать и тренироваться. У меня даже мысль была, что набрать детей именно вначале на бесплатной секции, чтобы была возможность просто увидеть таланты, дать им возможность себя проявить. Кстати, увидеть спортсменку сочинцы смогут завтра в 16 часов у морпорта. Елена Веснина примет участие в запуске часов обратного счета до начала чемпионата мира по футболу. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Международном инновационном университете состоялась торжественная церемония вручения грантов и дипломов победителям и лауреатам ежегодного всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года. Конкурс среди преподавателей вузов проводится Фондом развития отечественного образования совместно с Международным инновационным университетом уже в 15 раз. В России, отмечают организаторы, нет аналогов данному конкурсу. Здесь, прежде чем назвать лучшую научную книгу, изучают тысячи трудов. Вот и на этот раз академики, доктора наук и профессора рассмотрели заявки более чем 4 тысяч ученых из 949 высших учебных и научно-исследовательских учреждений. В итоге экспертная комиссия определила лауреатов конкурса по четырем номинациям. Поздравил сегодня победителя и лауреата всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года и чрезвычайный полномочный посол Швейцарской конфедерации в России. Пьер Хельк отметил, что Россия и Швейцария всегда славились передовой наукой. У нас это мероприятие очень важно, потому что это показывает сотрудничество между Россией и Швейцарией в области образования и науки. Начало академического года, и поэтому мы рады быть с вами. А конкурс учит, стимулирует, чтобы они писали лучшие книги и укрепляли имидж российской системы образования и науки. О том, что российская система образования, в том числе и благодаря таким мероприятиям, развивается и укрепляется, отметили и другие зарубежные гости. У меня замечательные впечатления от встречи с российскими учеными и непосредственно с профессорами Международного инновационного университета. Это выдающийся вуз, так сказать, модель будущего. Мне нравится название университета. Инновационный. Это здорово. А еще для меня большая честь быть в Сочи. Здесь, как на Гавайях. Среди победителей всероссийского конкурса ведущие специалисты в области фундаментальных и прикладных наук. Победили они в номинациях гуманитарной науки, экономика и управления, информатика и вычислительная техника. Самое ценное в этом мероприятии отметили собравшиеся, что все эти труды становятся достоянием общественности. И заслуга в этом фонда развития отечественного образования, президентом которого является Михаил Берулава. Лауреатов научного конкурса поздравили и лауреаты конкурсов песенных и танцевальных. Таким образом, МИУ, уже по сложившейся традиции, торжественно открыл новый учебный год. В мае группа сочинских активистов выступила с предложением провести на курорте акцию «За зеленый город». Сегодня эта акция прошла во всех районах под эгидой сибирского землячества в Сочи. Активисты Адлерского района высадили новый сквер в микрорайоне «Веселый Апсоу». Никакой политики, только озеленение города. Хотя место для проведения акции у памятника Ленину могло навеять определенные ассоциации. Много лет за спиной вождя густо росла только сорная трава. Хотя место это для жителей села Веселое знаковое. Здесь, на площадке у монумента, принято назначать встречи рядом перекресток ключевых дорог. И облагородить эту территорию в первую очередь предложили сами жители. Этот центр веселый, вся общественность, все с детства люди приходили, сюда тянулись люди. Наше место преображается, украшается, озеленяется и становится культурным каким-то точкой культурной в нашем поселении, в нашем поселке Веселое. До этого времени не было сейчас, вот последнее время, не было такого места, где можно было отдохнуть, полюбоваться. Убеждать, посадить дерево никого не пришлось совместными. Усилиями в акции приняло участие порядка 50 человек. Десятки деревьев и кустарников бережно укоренили меньше, чем за полчаса. С посадочным материалом помогла районная администрация и общественность. Район, он, как видите, подвергся определенному благоустройству, которое не было завершено. И вот здесь намечается хороший сквер. Главное, что сегодня люди вышли, что деревья посажены, я надеюсь, за ними будут ухаживать, чтобы они не погибли. И таким образом у нас появится еще один хороший уголок для того, чтобы жители окружных, округи этой могли погулять, прогулять своих детей. Озеленение в Адлере – не единовременная акция. На курорте есть места, которые не мешало бы облагородить. Где-то необходимо восстановить насаждения, вырубленные или погибшие в ходе большого строительства. Зеленый десант сегодня также направили в Хостов, Кудепсто, Центральные и Лазаревские районы курорта. Всего за сегодняшний день было высажено около 300 деревьев. Глена Всецна, телекомпания ФКТ. Художники России за чистую воду. Итоговая выставка 7-го всероссийского конкурса открылась в музее Островского. Идейный вдохновитель мероприятия – холдинг евразийский, отвечающий за водоснабжение и водоотведение, в том числе Олимпийской столицы, при поддержке Сочи и Водоканала. Конкурс поддерживается также Министерством природных ресурсов России, администрациями Краснодарского края и Сочи. С каждым годом география участников всероссийского конкурса только расширяется. На этот раз к художникам, скульпторам и фотографам, вдохновленным идеей бережного отношения к природе, присоединились мастера из Северной столицы и Крыма. Традиционно в рамках взрослого конкурса организаторы проводят и конкурс «Детский. Весь мир в капле воды». Дипломы юные лауреаты получили из рук мэтров – академиков Российской академии художеств. Это поколение, отмечают работники Сочинского водоканала, уже осознает свою ответственность за состояние окружающей среды. В целом же на участие в седьмом по счету конкурсе подали заявки более 500 авторов. Отбор прошли 200 работ. Вот бывает иногда красиво и в тему, но там нет любви к отечеству. А вот когда есть красота, пластика, искусство, тема раскрыта широко, и любовь к отечеству – это дорогого стоит. Вот эти критерии здесь присутствуют. Как отмечают акционерное общество «Евразийский» и «Сочинский водоканал», задача организаторов – не просто отобрать лучшие работы, но и поддержать талантливых авторов, которые доносят до широкой аудитории идею сохранения и бережного отношения к водным ресурсам. В Сочи водоканале помимо творческих проектов в поддержку экологии постоянно проводятся экологические акции. Одна из них – чистая вода евразийского. Для нас забота о экологии и сохранении водных ресурсов – это не просто внедрение современных технологий, оборудования. Это наша повседневная работа. Мы практически раз в месяц организовываем экологические субботники по очистке русел наших сочинских рек. И каждый раз в этих акциях участвует больше и больше людей. Получаем отклик в интернете, приходят блогеры, ну и собственно и жители не остаются равнодушными и помогают нам убрать, сделать мир и окружение вокруг чище. Донести до зрителя идею трепетного отношения к воде решил и сочинец Олег Комиссаров. Архитектор по профессии выставил на суть жюри сразу четыре фотоработы. Кстати, конкурс фоторабот в рамках семилетнего конкурса проводится лишь второй год. Первое место заняла работа Комиссарова – начало реки Мзымта. Это был восход солнца, несколько минут была изморозь. После того, как я снял, все исчезло. Вот это вот стараюсь ловить в каждой фотографии. Это как огонь, можно снимать и смотреть на это дело вечно. Тему воды фотографы раскрывали по-разному. В итоговую фотовыставку вошли и работы, рассказывающие о нелегком труде сотрудников водоканала, которые обеспечивают сочинцев редкой по чистоте и вкусовым качеством водой. В художественной же части конкурса лучшей признана работа «Вечер» питерского художника Евгения Ячнова. Выставка в музее Островского будет работать по 23 октября. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочинский художник Михаил Киба представил свои аллегории. В художественном музее открылась его одноименная персональная выставка. В экспозиции представлены картины, отображающие творчество автора за последние 20 лет. Они выполнены в различных техниках. Михаил Киба использует так называемую интернациональную готику. Византийский стиль – средство фигуративной живописи 20 века. При всем разнообразии объединяет произведение метод аллегории, который заложен в теме каждой картины. Михаил Киба с 2007 года – доцент кафедры дизайна Сочинского государственного университета, участник городских и региональных выставок. Выставка в художественном музее будет открыта до 16 октября. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.